Всем привет, дорогие друзья, после очень долгой пропажи опять же. Меня зовут Лида, вы на канале Lydia LifeSlot, канал жизни в Испании, реальная настоящая жизнь в Испании. Конечно, не постоянные видео, но зато видео эти интересные. Прошло 5 месяцев со времени нашего переезда, мы сделали в основные все дела по регистрации и так далее, которые нужно делать при смене места жительства. Одно дело мы забыли, закинули и вот очнулись как раз таки летом, что его нужно срочно сделать. Дело это зарегистрироваться в новом госпитале, либо в центре Десалют, в новой больнице зарегистрироваться в новом местожительстве. Обязательно нужно регистрировать в первую очередь ребенка, потому что это нужно для больниц, для социальной службы, для многих. И непр terrorism, конечно, взрослых, в том же случае, чего нужно регистрировать. Я вчера уже была в этой больнице, узнавала, что мне нужно для того, чтобы зарегистрироваться. Сейчас покажу вам визуально, как выглядит больница. Попробую показать внутри, как выглядит больница. И потом расскажу, что же все-таки понадобилось мне для того, чтобы зарегистрироваться в новом госпитале и зарегистрировали меня. Вообще у нас сегодня запланирован очень интересный день, у нас лето в самом разгаре, мы уже были на рыбалке, мы уже ходим, гуляем постоянно где-то, развлекаемся с Каролиной, у нас большие планы на это лето. Сегодня у нас тоже очень большой план, Каролина в маске, я тоже в маске, потому что при всем, при том, что у нас отменили уже масочный режим, обязательное ношение масок должно быть в общественном транспорте и в больничных учреждениях, то есть таких как аптека, больница и так далее. Так что пойдемте сейчас в больницу, зарегистрируемся, вот такой вот пакет документов небольшой, вот, и посмотрим, зарегистрируют ли нас так быстро, пожелайте нам удачи. Как уже эта больница, она довольно-таки небольшая, но как видите, опрятная, аккуратная, Каролина, красивая, вот, центр Десалют, Альтамира, это наша больница. Находится она от нас недалеко, пешком можно спокойно до нее пройти, имеется также парковка сразу же, видите, все чистенько, убрано, и вот там вот вход, сейчас мы туда пойдем. Мы заходили с Каролиной в больницу, успели даже зайти на одну детскую площадку, и сейчас мы пришли в наш любимый парк в нашем городе Пойнтосом Мигель, я часто его показываю в инстаграме и здесь в ютубе показываю. В больнице, в общем, все прошло не так, как я планировала, сейчас все расскажу, но сначала вам покажу наш парк и расскажу, какие обновления здесь нас ждут. Раз, здесь подставили название нашего муниципалитета, мы сейчас туда прогуляемся, я вам покажу. Муниципалитет у нас называется Реосин, и в честь этого поставили вот там вот название. Также у нас строят новую детскую площадку, я сейчас ее покажу, но сначала расскажу. В нашем парке была до этого площадка, я могу сказать, что она довольно-таки хорошо выглядела, но все равно, по мнению испанцев, она была уже обвечала и староватая. Поэтому решили обновить, и не просто обновить, а построить абсолютно новую детскую площадку. Теперь у нас будет крытая детская площадка, вот мы за этим и пришли с Каролиной для того, чтобы посмотреть, когда она будет уже достроена. Также у нас в планах, как я сказала, прогуляться до бассейна и до парка, узнать, как зайти в парк. Я не знаю, насколько Каролина выдержит все мои планы, но будем надеяться, пальчики вот так вот будем держать, что получится у нас прогуляться. В общем, сейчас пойдем посмотрим постамент через нашего муниципалитета под названием Реосин, посмотрим, когда будет достроена площадка и отправимся к бассейну. Но перед этим я расскажу вам, как все прошло у нас в больнице. Долго думала, рассказывать или нет, потому что я не знаю, как подобрать слова и как так более все понятно объяснить, что происходит с нами и с отправлением нас в больнице. В общем, перед самым нашим отъездом я подавала документы, когда мы меняли место жительства на смену санитарных карточек. Тогда мне говорили, что сдать придется очень долго наших санитарных карточек. И, в принципе, мы ждали некоторое время. Время прошло, нашей санитарной карточки у нас все-таки нету. Пришлась ситуация такая, что мы даже забыли, что мы не зарегистрированы в больнице. Но когда уже подошло время, что нужно было зарегистрироваться, это вот сейчас окончание Каролинного колледжа, потому что я хотела пройти, чтобы Каролину полностью обследовали. Я пришла в больницу и мне сказали, что какие документы нужны для того, чтобы зарегистрироваться в больнице. Я пришла повторно и мне говорят, что мне не могут зарегистрировать в больницу. Почему? Потому что просто карточка у меня просрочена, новая мне не пришла. И, как я поняла, что мне сделали баходы медику, то есть по факту это выписали из больничной системы Испании, из медицинской системы, и теперь я не могу дома обслуживаться. Ни я, ни Каролина. То есть, получается, я забыла, мне карточки не прислали, у меня их на руках нету, и теперь нужно их заново восстанавливать, разбираться, что с этим делать. Я сама не знаю. Завтра мне предстоит поездка в Санкт-Андер в центр Кантабро де Салюта, где я меняла свои санитарные карточки, чтобы узнавать, как мне зарегистрироваться в новом центре де Салюта, что для этого нужно, как мне восстановить свою санитарную карту, и что для этого нужно сделать. В общем, предстоит целая долгая дорога и много информации. Я надеюсь, что у меня хватит сил, чтобы снимать, потому что в последнее время столько было всяких событий, столько было, морально было немножечко сложно, морально жизненно сложно, что не хотелось снимать видео, и даже в Инстаграме я ничего не снимала некоторое время, чтобы не было настроения. Будем поднимать все, в общем, настроение, всякими делами, занятиями, и буду делиться с вами этой информацией. Ситуация неприятная, я даже понервничала, даже у меня так морально, духом, у меня опять состояние было очень подавленное, некоторых 5-10-15 минут, но нужно ехать, нужно разбираться, потому что ситуацию нельзя упускать. Медицинское обслуживание очень важно, и у меня зацветы от проживания в Испании, у меня первый раз появилась такая ситуация, что я упустила момент медицинского обслуживания для меня и для Каролины. Нужно заниматься, потому что для ребенка это очень важно. Вот мне сейчас нужно ей взять направление к педиатру для осмотра по некоторым вопросам, но я это сделать не могу, потому что они меня не могут принять из-за того, что у меня нет санитарной карточки, и они в этом центре не могут меня обслужить. В общем, не будем затягивать, завтра же я еду в Сантандер, в этот центр, для того, чтобы разбираться, где моя санитарная карточка, и как мне теперь с ребенком оформляться в новом центре Десалют. Будет держать вас, понятно, что в курсе, вдруг у кого такая ситуация произошла, либо может произойдет, чтобы вы знали, что делать в таких случаях. По факту признаем, что и моя ошибка есть в этом, потому что я упустила этот момент, и ошибка медицинской системы в Испании, потому что такое время не присылать санитарную карточку, потом взять ее, прислать на адрес, нам прислали ее на старый адрес, и почтовлен пришел, нас не нашел, отправил и обращал на почту, а на почте ее просто, ну, все. Завтра буду ехать, искать ее и узнавать, и что, в общем, готовить, продолжение следует. Что нового нас остановили в парке, раз, показываю, Ре-Остин. Красиво, памятно. Идем дальше. Каролина от меня убежала. Довольно вот так вот выглядит пока площадка. Каролина. Сейчас пойдем с другой стороны, посмотрим, есть ли какая-то информация о том, когда она будет достроена. Ну, выглядит все прям масштабно. Похоже на детскую площадку такую, как в Торловеге. Теперь нам не придется ездить в Торловегу. Пучать техники. А тут и там сцена. Сцена. У нас тут есть тоже в парке такая большая, масштабная. Дальше наша остановка. Идем узнавать, бассейн работает или нет, и по каким правилам. Площадку не узнали. Мы ничего не написано, когда она откроется. Очень, наверное, стройка это надолго. Но я помню, что в Торловеге детская площадка, ну, не то, что прям быстро построилась. Но время нужно было для того, чтобы ее построить. Потому что там все-таки такой навес большой. Менялись полностью все качели. Все менялось. Вот. Так что будем надеяться, что в скором времени она откроется. Мама, поселите домой. Поселите домой, чтобы купить на китер. Идем отсюда поселить. Наш муниципальный бассейн для нерезидентов от 14 лет стоит вход 5 евро. Для деток от 3 лет до 14. Тоже нерезидентов стоит 2,20. Для остальных, для всех разные цены. Там есть и абонементы на целую темпу раду. То есть на все лето. Работает бассейн с 1 июня и до 12 или до 13 сентября он работает. В общем, там есть и газон, и раздевалки, и касса, где оплачивать. Есть абсолютно все. И мы решили поменять наши планы. И пойти в бассейн, в общем. Хотели еще пройтись до парка, но решили, что парк подождет. Уже Каролине очень хочется в бассейн. Пойдем в бассейн распадиться. Снять стресс после того, что оказывается у нас нет теперь медобслуживания в Испании. И чтобы дальше с трезвой головой и нормально, без стрессов, решить завтра дальше проблемы с нашим медобслуживанием. В общем, я уверена, что все решится. Это не такая же большая проблема. Просто когда ты такой узнаешь, это такой стресс для тебя, когда ты, ну, в принципе, ты не знала об этом. Ну, все решаемо. Так что идем сейчас в бассейн, покажем вам, что там за бассейн. И сами носите рассмотрим. В бассейне пробыли мы там в итоге приблизительно часа два с половиной. Еще раз повторю информацию. В общем, в первую очередь я неправильно сказала, с какого числа он работает. У нас бассейн работает с 1 июля и до 15 сентября. По времени. Все одни недели, то есть с понедельника, по воскресенье с 10.30 до 19.30. Вход стоит 5 евро для взрослого и 2.20 для детей, которые не живут. Это люди, для которых не живут в Фонте-Сан-Мигель. Те, кто живут в Фонте-Сан-Мигель, для тех евро 60 для взрослого и евро для ребенка. Это при предоставлении каких-то документов, что вы живете именно здесь. Вот. Нам бассейн очень понравился. На территории, на территории вообще вот это все, есть два бассейна. Один детский, неглубокий, и один взрослый, глубокий. Есть кафе, есть переодевалки, души, туалеты, все есть. В общем, нам очень понравилось. Будем ходить туда. Очень классное развлечение и времяопровождение. Каролина накупалась, ее оттуда еле вытащила. В общем, так что будет очень много, я чувствую, влогов с бассейна именно. Нашего времяопровождения оттуда. Вот. Так что, вот такой вот у нас был сегодня день. И немножко понервничали, и понервничали, и разочаровались, и погуляли, и искупались. В общем, все было сегодня. Так что, спасибо, что вы были со мной в этом видео. Спасибо, что досмотрели его до конца. Обязательно подписывайтесь на меня, если вы этого еще не сделали. Каролина, иди сюда, зайка. И ставьте лайки внизу под видео, комментарии, если у вас есть какие-то вопросы. Всегда жду. Так что, с вами была я, Лида, на канале Лидия Лайфлог. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok